да у меня вопрос в общем такой ты меня не видишь да я не вижу да не включилась пакость какая тут что с ней делать как так можно баловать должен увидеть два раза нету вы значок не нажали а вот ну вот теперь да нет с миром да володя не кончет вопрос такой девятое правило всех верных входящих церковь и писания слушающих но не пребывающих на молитве и святом причащение до конца как бесчиния в церкви производящих отлучать подобает от общения церковного ну и вот здесь за нару читаю аристена вот вальсамона а мне при отчасти говорится о времени которым ограничивается пребывание в храме а когда говорит с миром и зайдем разрешается уже уйти а вот написано о святом причащение ну мало что написано там написано какого времени до окончания причащения человек уходит а причина какая когда стали выявлять оказывается по ненависти к священнику или кому-то причина то не при счастье а в отношении к нему к тому кто совершает я просто читаю что здесь вот аристен пишет там все отлучание пребывающего на молитве причащение на молитве и причащение сразу заканчивая они кто что причащать он обязан отлучение от причастия тут канон накануне такие есть а что за то что не причащаться отлучать это и в ум никому не придет это все равно что сегодня сделать что-то человеку искусственно а то у меня спрашивают и говорят вот же есть черным по белому написано ты понимаешь черное по белой отличие черное от белого что там написано вот вальсамон пишет определение настоящего правила весьма строго ибо отлучает бывающих в церкви но не остающихся до конца и не причащающихся не остаются до конца и причащаются раз до конца не остается то она не причащается одно и то же что раз схватился и ушел вот это строго смотрят если два три воскресенья подряд не было без уважительного помещения уже изгоняются зачем он нужен и вот здесь тоже написано что три воскресенья подряд не причащающиеся да будет отлучен не пребывающий в церкви до до последние молитвы и не причащающихся ну вот это и за последние молитвы и раньше уходит по ненависти к священнику там или еще что-то то есть нет что нужно каждую неделю причащаться или там раз в две недели раз в три никогда этого не было апостол один раз причастились каждую неделю россия как приняла и по сегодняшний день у старообрядцев сохраняется четыре раза в год это только при самом хорошем раскладе а златоуз говорит иные причащаются раз в год а или в два года раз и то и другое равнозначно зачем бы он писал об этом ну понял это человек не готовый каждую неделю он домой не должен заходить он в храме должны жить и главных правила какие находят то есть любыми путями сделать укол вот это тоже самое только это более опасное а то душу губит под разуме прививки вроде кого-то заразишь ты но не причащился еще где изменилась во вселенной нигде ничего вроде как или литургия верных вот проходит тебе дают как бы тельца откормленного господь вот в виде крови и плоти а ты отказываешься отказываются потому что это не просто тело быка какого-то христовый кто недостойно причащается потому немало больных и сколько их умирает предупреждение строгое а это уже не считает никогда это под одним направлением дьявол гонит не бог туда гонит дьявол потому что все правила отключающие от причастия они пригоняющие к причастию это уже два раза противоположное делу а дьявол он не заботится о том чтобы человек жил ему надо убить а убить вот морги наполнены кладбище раньше время это все незаконно причащались часто причащение а в жизни никакой нету говорит то не есть плоти сына человеческая не имеет в себе жизни а который причащается посмотри на них какие они они из блевотина не вылазит а эти люди имеют же которые причащаются они ощущаются они идут на благовестие они выполняют волю божию а эти которые все у них один только рот разинул проглотил и пошел на свои подвиги вот как серьги радонежский благословил пересвета и ослябью но если благословила надо немедленно было из сана и зри сразу же изгонять а а теперь на него тысячу лет ссылаются канон говорит если снял воинское звание стал монахом то никогда брата уже не облачается она фиме предается а он никак и потом знают это а правила нету почему не 72 года правила не издавали за 72 года библии издали несколько раз а канона ни разу и священники считают ни церковного суда нет саму правство что угодно делает мирской суд подавать нельзя церковного нету грабеж вот у нас священник тут был отец павел он с него епископ содрал крест у него серебряный был магнитопон и ряску и с тему уехал вельце максим дмитриев самодурную ну и там он опять на этом кого-то то монахиню бил толкал и дня не работала священником сразу раз хориста был где-то священники поставили то есть в епископы а он не знает как с людьми обращаться с властями совсем пересорился и все стали уже писатель на патриарху чтобы его немедленно убрали а этого дали митрополита сейчас у на стерке этот все установил и к нам потеряевку ездит и вот сейчас тут был один только приехал первый раз понище фамилия его ну где-то с украины может западный владислав мы его виды ни разу не видели но когда епархию делили то оказалось в том районе где мы находимся он сразу священников вызвал кто поедет еще к лапкиным сразу от ночью рассчитаюсь он звериный оскал показал с первого дня но один раз на меня расстался я могу раз подсказал где-то и все хвост поджал сейчас убрали его дали другого непрерывные жалобы идут он каждый день причащается причащается змеиный нрав еще толку то священник причащается каждый день сколько литургии только ему так положено а вот всех связь с кем была установлена священника отрубил всем никто больше не приезжает ну то явно разбойник какой-то его каждый раз приглашали ни разу не приехал а почему а на фоне того что мы делаем проповедь он никто ничего в нем нету и поэтому над зависти сколько он был я не знаю до года на 4 то был и все и сразу вот мы с они читаем игнат тихоныч апостол павел он причащался а как же скажу не причащался все творите в моем воспоминания доколе он приедет в его воспоминания и он об этом говорит послание коринфянам в тот вечер он взял преломил подал сказал все а почему не сказал сколько что каждый день с утра до вечера так и причащайтесь нет этого и никогда этого никогда не было из греции получили через епископа михаила все правила и никогда нигде не постигали на то чтобы подталкивать к причастию а сейчас выйдет священник стоит кто не причащался тут у нас стоит опять ну не знаю кто не причащался любого подряд идет почищайся безумие отходит и выходит и плются мне приходилось собирать и тащить ой как и мне что-то попало дали вина там что-то попало ну чё я работал работником я это безумие одно любой даже не поститься он и не постился не поститься над вагон отлучается это правило только простое включи среду пятницу не исполняют посты церкви то процентов 80 не будет а безбородых подряд все лезут женщины брюках и мерзость мерзость запустения и вот правило такое сказал что он сказал арестин вальсамон эти толкователи толкователи это не правило а только толкование они далеко не равны и то написано зачем говорить не причащался и до кончания и дальше объяснение дается что из-за ненависти к тому кто совершает он не хочет смотреть даже это у пахомия все описано однажды у его федор любимый ученик талант есть он его поставил проповедовать монахи как вздулись человек 47 по подняли пущу буквально он моложе нас он учит но говорит а правильно пошел и неправильно и все и бунт в чему сова освещенного поднялись и и стали его изгонять а когда ушли отдельно организовались и он решил помочь есть то ничего не взяли ломы что только в руках было чтобы убить его но туман помешал это монахи когда я на златоусты считаем 3 том творения его отправили ссылку и дорогой там епископ фаретрий с монахами дежурили на тропах где его поведут чтобы убить засаду делали а он между двумя ослами привязаны идут между ними как посадить то он лежа лежит то да ладно одна была в ней там крепость была они сразу туда сумели в этот замок его взять и все а которые были претарианцы то есть гвардия императорская лучше в руки попасть попасть и саврянам то есть те которые были перед тем не жалеть им зверям диким и это монахи я их насчитывал все уставы знаю просто садисты были настоящие вот этого ребенка как проверяли притом и еще не объяснимо главное чтобы обе послушала вова это все вот и не принимают его мы здесь мини принимаем но у жена умерла куда я ребенка наконец запустили его сколько три дня не дают ему не пить есть а ребенок плачет там пять лет ему запустили но только запускаем при условии что ты сына своего больше не знаешь а теперь проверяет они его это все в уставах написано ребенок-то не понимают подходит а он сапоги только шею на улице чтобы он тебя видел обовшивил весь ободраны грязные голодные он лезет тетя 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 он он даже не смотрит он не поймет ребенок еще он же эти уставы то не считал он такой которым царство небесное открыто а монахи смотрят там хороший мужик растет его может быть поставить наставником потом ага еще надо проверить а как проверить они уже составили заговор что и сказали ребенок мешает нам молиться ребят все время возьми его тут берег с берега в реку сбрось он схватил и со всех ног подбежал швырнул и все да ладно монахи умные заранее все это сделали сети поставили поймали но конца сети поставили под водой был ну а дальше уже сказки рассказывают а другому прямо в раскаленную печь чтобы сына затолкал и бог потушил огонь то есть концовку такую же рисует нарочно что да ешь такое испытание было где же слово любовь то какая любовь то и спроси одно которое нас то настаивает на этом почему вот здесь есть новозыпковские белокреницкие старобрядцы которые на реформу никона не пошли ну ты знаешь причина раскол почему у них пятый раз причаститься и никогда не удастся если только он смертельно больной тогда сделают и так было всегда 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 они взяли откуда из греции они же не и греция с первого дня такое имеет откуда то чтобы не видят причаститься каждый день или каждую неделю откуда они взяли кто эту норму поставил надо достойно подойти к этому а какое достоинство то живем в миру и соблазны и зрением и слухом и чем угодно вот он у нас не нажал нервы готовила сестру к окрещению она священник идет она батюшка благословите у меня вот сестра не на готовится к окрещению она оглашенная кот когда говорят а оглашенные зайдите ей куда становиться чего ну оглашенные зайдите да от вас не касается да как же не касается и пошел дальше шагает рукавами а рукава сошли шире чем юбка у цыганки и что дальше она стоит не нас видит она среди тех которые причащаются почему так ты же готовишься к окрещению некрещеная ну стоят на меня смотрит кто не причащался второй раз третий раз и на меня прямо смотрит я поняла что он ко мне говорит он же прозорливый поп или прожорливый и она подошла и причастилась она ухватила все ты делаешь что но он смотрит на меня вот у нас выйдет чаши и не уходит кто не пришло ни одного не знает вон на испыте их не брал даже главное сунуть в рот любыми путями сделать чтобы подох человек это ничем не отличается и главное которые приняли начертание зверя антихриста не купить не продать движения нет вот это их мощение голову головы если помочил хоть умри ничто нельзя перекрещивания но я не крещеный меня только голову помочили нельзя то есть они как печать антихриста ставят на человека ну тот который принимает ему нельзя уже ничего делать они подводят под это но почему вы не крестите как не крестим вышел так кисточка он как на украине так ну попала хоть каплю попала мы все песком крестили песочные от воды и духа сегодня от песка и от брюха я реально смотрю не выдумываю человек не готов вот пришла на он уехал и оставил там библиотекаршу а наши люди пришли в это время там узнали занятия а где батюшка его не будет но одна мать говорит у меня сын запился ну что делать ну приведите причастите может поможет она без батюшки слова не скажет то есть он давно смысл такой давно живет но приведите скорее причаститься и сдохнет собака чтобы ты не мучилась другого то нету я переведу на русский язык что она говорит я не со беспробудный он ничего не знает причаститься самая страшная игра которая на земле придумана это не карты это и рулетка а при счастье в алтаре они игру придумали такую я не слушаешься попада при счастье не допущу и под забором сдохнешь как собака они достойно при недостойное отлучение от при счастье падает на него и в житьях святых есть такое у него до того было изъялено что затылка язык было видно а за что господь отметил за то что недостойно отлучал людей получать может оприлучать нет батюшка ты отлучал людей да оприлучал как ну через тебя хоть один пришел храм да нет и все то есть они не знают они умеют только резать убивать что боялись его ну волк его и боятся за пастырем идутся за чижим не пойдут где тут мне сообщают хабаровске там заговорили обо мне только узнали как они сразу взъярились это мы не не разговаривал даже не с кем в краснодаре в воронежской области во время разговора как они на меня там вёдрами начали выливать я знаю за что а что не читали нет а почему мы слышали там боркин сказал но не под забором собака залаяла не говорят это святые слова вы не совершенно ничего не знает если бы я на никто смотрел я бы сегодня даже не обедал со страха бы тресся как заяц под кустом это получается игнат тихоныч исповедоваться можно регулярно а причащаться то есть еще один из проведа все чтобы я помогли исправиться если священника есть время то по и я вот исповедую себя больше трех минут никогда не бываю ну каждую неделю исповедуете не чаще чем три раза в году перед причастием великодархи рейс проезжает хочу буду говорить курю или пью или что-то что в ведении не ведя не знаю на той высоте которую бог требует я дня не жил еще там кто посмотрел то сказал то проспал ну не проспал это у меня нету как моя мама говорила гаскается я буду во все грехах а что аборты делать не делала кается не буду я вот она приехала я священник и спрашивает не ела ли журавля же не журавля журавля это поймай его сначала я гром тебя не спросил что-то рукой спутники не сбивала шпала не грызла ну что угодно может и ты скажешь нет нет и вот я нигде не иновато ну да в миру живем но постоянно разговариваешь особенно у меня работа такая но разговариваешь с людьми иногда получается что как это многословие празднословие потому что в любом случае общаешься тут начинаешь там это вот постоянно даже не знаю как от этого избавиться да чё избавляться ты главное причащается два раза на дню с ума посадили ты покрестить сначала при научи его и сделай бесплатно три условия крещения все нарушены и вот это которые не возрождены ничего к причастию толкают для того чтобы умертвить другого нет другой причины нету для чего делается ну да да и на тихон сейчас сегодня со скольки уже можно кушать пить что можно кушать кушать ну вот стемнялась да и кушай как мы однажды пришли к одним а мы с сыном выше на балкон то и посмотрели звезда если потом разобрались поели а там кран на нем на ночь оставляют все равно видно что темно он мусульман прямо что ты не можешь отличить белую битву нитка черной вот все понятно а вот тут звезда ну тучи за заслонили пурга идет никакой звезды нету ну понятно что по время не видно у нас стемняют уже в 6 часов службы ночная я сейчас пойду к 12 часам я обычно там когда то в этом тоже не ел не пил ну так до вечера потом поел немного у нас у нас завтра с утра завтра богослужение будет а батюшка приедет только на крещение а на пасху мы ночью молимся с вечера деяние апостолов считается полностью нас 12 уже начинается сама служба без батюшки а он на следующий день приезжает пасху там сначала справляет который понимает манипулирует такими священники свободно причащайся мысль беседы со священником вы что делать это вы же видите что человек так живет ну вот он пишет мне один мы с товарищем вот гуляли неделю пили блудили но воскресенье причастились а на следующей неделе мы опять пили блудили там и все и опять причастились ничего не понятно то златоуз говорит тело моё отдам лучше псам чем недостойно причащающимися тела господне вроде как ведь и говорит этот человек ты чё не причащаешься каждую неделю вот же правило я говорю но мне как бы отец сказал духовно что нет он будет ну вот черным по белому же написано читаю прочитать сначала о чем говорится черным по белому а может быть красным по желтому все вроде так они так да им не говорить когда люди некрещеные у вас кого вы гоните то учить надо учить у меня выходила когда раньше в университете 500 академических часов подготовка а здесь пять минут даже нету я видел как они делают мажет хохочет священник а мажет не руку ребенку кофточку кто на руках держит 25 человек он где-то за 10 минут их покрестил ничего не знает не перекрестить и ничего им лету об этом говорить главное к причастию они больше еще не за это еще не надо пощерпнул дал все из все исправил а учить это надо самому жить есть слово твое имеет силу только тогда когда ты живешь достойно вот так ну ну да причастие твои не шутки она жизни дается написано не для прощения грехов как сегодня обманывают причастие прощения грехов нигде не написано что дает жизнь дает а жизни то и нету живут безбожные а так как раз и говорит что они закрепляют я никогда не исправлюсь я буду в этом безобразии жить ты посмотри сколько которые приходят абортис больше половины за один набор 10 лет в америке там сколько аборта было умножить на 10 а здесь хоть 100 абортов сделал все равно 10 а это предполагается что она никогда больше не делала сделала по неразумии на десять лет отлучается спроси папа скажи абортисы у вас были были кого-то отлучал на 10 лет не отлучал а раз недостойно причащаешь господь говорит ты губишь и себя и того кого причащаешь два мертвеца встретились поэтому они гонят туда безбожные папы это не трудно пойти я могу хоть сегодня хоть завтра должен быть страх и понятие зачем я причащаюсь во мне должна быть жизнь христова от края до края мне доказывать это не надо их ненависть показываешься они такой как они это самое главное это высшая похвала что они такой как они это не сами подтверждают не я спроси когда он какая душа пришла через него через проповедь он даже не поймет о чем спрашивает кого-то при исповедуешь как исповедуешь мы исправляются от архимандритом россию монастырь приезжает я говорю одних и тех же ну да не справляются конечно нет игры ты знаешь счет весной когда готовят там поливку коруя куриный помет ведра два выступят потом воды туда нальет и палкой раскрутит а потом он осядет вот это твое ты только взбаламутил их опять то же самое кто не ест плоти сына человеческая не пьет крови не имеет в себе жизни жизни не имеет а прощение грехов ни одного слова нету библии они придумали как прощение грехов если он меня не допустил или я пришел меньше чем к через неделю то значит он меня в ране запустит а он живет без божьей жизни жену взял какую-то там которая была не девушка уже ну а мне нравилось ну канон гласит если она не девушка до крещения она уже была такая то ты уже не имеешь права быть священником все ну ты вроде же говорит благочестиво живешь ну там евангелие читаешь не пьешь не куришь не блудишь не материшься все да ну и что из этого дальше что почему говорит не причащаешь что я потерял давайте так вы то не поняли что я сказал что я потерял за то что не причащаюсь конкретно как она на мою жизнь влияет выбирать придите и дети сесть тела мое за придите меня идти не надо я уже пришел дальше он говорил ученикам которые никогда не причащали еще упутайте за всю жизнь первый раз он и говорит придите их и нету один раз в жизни причастились мы больше не считаем что не причащались а мария когда это египетская в сорок семь раз сорок семь лет один раз еще как она святая сорок семь лет она могла прийти причаститься этого не было никогда чтобы гнать человека к причастию это совершенный выкрутас вот такой делать надо наоборот зато он строжайший говорит тело моё отдам псам нежели отдам тело христова недостойно причащающимся а он надо свое тело псам а подождите гнать технич господь же говорит во оставление грехов в евангелии или нет что в грех когда как и господь говорит этим перед тем как причащал надломил говорит придите идите сие из тела мое за выломимое за во оставление грехов дело которое на голгофе ломимая здесь она не ломимая здесь только образ когда берет он ломает хлеб маленько то видно взял хлеб преломил и тогда только сказал себе тело моё он не сказал раньше пока не преломил пока тела христа не было на кресте почему не причащались маленько то можно сам соображать если кто болен пусть призовет пресвятеров ни одного а несколько и помолятся над ним не в храме а домой призовет он парализованный лежит и над ним это значит больной лежит а он над ним сверху священник стоит и он нише а сейчас приходят здоровые крепкие подряд всех машет деньги заплатите призовет призовет а не пойдет тут толковать еще не надо а чё он не ходит сам ну на парализованный там были под машину попал почему не помолятся о нем по это мне но не надо мной нигде об этом не просят над ним это значит надо над выше над крышей голуби летят ну это понятно что помутненный разум то они ничего не читают я когда это считаю ему послание кого они вот такие глаза в разбежку на 13 сантиметров сейчас молиться пойдем и гнать техничка прекрасно братом в евангелии нету в остальные в оставлении грехов по сам почитай евангелие от я на 6 главу с 53 там стиха вроде бы в оставлении грехов нету там написано в жизни в жизнь а жизнь это что это пульсирующая жизнь и дорвал жизнь и жизнь с избытком он может показать вот я павел говорит и родила несима вузах я могу показать вузах которые родил пусть поп покажет и притом он делает за деньги а за деньги это симония который извергает его из сана это не только ягода патриарх алексей 2 об этом говорит и добавляет какие бандитов на принимали в церковь им название бандиты вот какое дело мы же на исповеди нас га этот священник разрешает от грехов своего которому господь дал власть то есть это на исповеди происходит первые христиане то на исповеди никуда не ходили этого и не было написано исследуйте сами себя исследуйте себя достойно или недостойно они то что я батюшки скажу о другой игре который другому пойду скажу чтобы так но если один я то это чудовище а так немножко их лукаво сердце человеческое крайне испорчено давай иди помолись больше этой теме больше не возвращайся они все извратили скажи ему бы это вы верите что по князю владимире приехал один епископ ну да и почему в россии то никогда не причащались каждую неделю а в посты достоевский об этом пишет гавели во время поста гавел когда он был ссылки почему по сегодняшний день старобрядцы то они реформы то никакой не делали и у них никогда этого не было чтобы толкали к счастью у них так и держится вот даже если после крещения и ю юноши нут крещения молодой было потом впал в грех сбудил где-то все остальное нормально живет нормально плачет молится поститься священники они уже не поставят устав гласит я спрошу почему вот этого не поставить а он не сохранил себя это означает ширинку не заход не застегивал он не сохранил себя и на тихо еще такой чревоугодный вопрос вот всю неделю вот эту которую с завтрашнего дня по пятницу можно вкушать или среду и пятницу следующую нельзя на все можно есть мясо и молоко до 18 18 сочельник крещенский вот так так подождите ка я гляну сколько время сейчас 2 часа 8 8 отхожу я на молитву ухожу все сбоку я вот вас зовут а да